Но на данный момент Хабиба я вижу как разрушителя, он не побежденный. Я хочу побить его и забрать его нолик. Все эти россияне для меня какие-то нестабильные, они бывают эмоциональными. Даже если мне кто-то не нравится, я покажу ему свое уважение. Я квинта жесткий парень. Мы раньше дрались и он один из самых жестких парней, с кем мне приходилось драться. И ты видела, когда он дрался с Хабибом, в тех поздних раундах он все еще бил тяжело и так же шел на тебя. Он не отступает, так что поверь мне. Если я буду превосходить его каждый навык в любой области, я готовлюсь к лучшему. К лучшему поединку, которого я могу дать. Так что да, я не могу дождаться этого боя. Самое главное в этом, это то, что люди смотрят на этот бой как бой за звание главного претендента на пояс, будет ли он 155 фунтов или 165. Как ты знаешь, весовая 165 фунтов. Она мне интересна. Но я должен получить бой с Хабибом. Это что-то, что я очень сильно хочу. Я очень рвусь на этот бой долгое время. Так что да, я сфокусирован на этом поединке, но я также знаю, что весовая 165 фунтов, это мой настоящий дом. Мне это нравится. Ну вот что. Ты знаешь, часть меня интересует. Хочешь ли ты, чтобы Хабиб побил Тони? Есть ли разница для тебя? Будешь ли ты с ним драться только из-за того, что он чемп, или это такой человек, которого ты хочешь побить без какой-либо причины? Ты знаешь, вот в чем дело. Я люблю вызовы. Меня это сильно заводит, то, что ты будешь драться с таким россиянином, которого не побеждали. Как ты знаешь, он проехался через каждого. Это заряжает меня каждое утро. И вот поэтому я хочу этот бой. Ты знаешь, я думаю, то, что бой с Коннором я получил бы намного легче. И очевидно, то, что бой с Коннором был бы громким. Но я не хочу этот бой. Если бы они предложили бы мне бой с Коннором Макгрегором после этого, я бы... Я бы не захотел с ним подраться. Я хочу драться с чемпионом. Если Хабиб и Тони подерутся, и Тони, если выиграет этот бой, то я тоже основа в деле. Но на данный момент Хабиба я вижу как разрушителя. Он не побежденный. Я хочу побить его и забрать его нолик. Хочу, чтобы он избавился от этого нолика. И с этой мыслью я просыпаюсь каждое утро. Да, я поняла тебя. И ты знаешь еще, когда Орел перепрыгнул через клетку и все такое, его стало... Его стало намного больше, даже не знаю, как это сказать. Для меня это стало настоящим сюрпризом, потому что Хабиб всегда контролировал себя в этих вещах. Понимаешь, о чем я? Но когда он перепрыгнул через эту клетку, это меня очень сильно удивило. Но как бы там ни было, он стал еще круче. Понимаешь? Да. Да, я имею в виду то, что для обычных людей они... Или люди, которые не так сильно углубляются, они видят... Видят в этом что-то необычное. Но я знал об этом всегда. Все эти россияне для меня какие-то нестабильные. Они бывают эмоциональными. Да, правильно. Как бы там ни было, я знал то, что что-то идет не так в ту неделю, но я не знал, что это. Это произошло в самом начале недели, но я уже стал замечать то, что он уже нервничает. Ты знаешь, он не может вести диалог с таким человеком, который задевает его личные темы. Но из-за этих вещей мне еще сильнее хочется подраться с ним. Я представляю вас. Я думаю, тебе будет весело вести треш-ток с Хабибом на пресс-конференции и все такое. Да, это будет чертовски круто. Его менеджер Али тренировался со мной долгое время. Али позвал к нам на тренировку. Я готов, я не могу дождаться этого боя, но, в конце концов, я знаю, что у меня будет бой с Эллом, так что я сосредоточен на этом поединке. И я знаю то, что в этой неделе все будет по-другому. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok